Конфеты только по одной и в развернутом виде, сигареты, россыпи в пакете, сыры только твердых сортов и во вскрытой упаковке. Радио и телефоны передавать нельзя. Точно радио нельзя? У нас, у нас. У них как? Прекрасно. Мы же в вашем помещении, что вы говорите? Да при чем это помещение? Как у тебя работает спецприемник? Понимаете, в чем проблема? Там, когда принимают дежурные ценные вещи, кладет себе вот эти вещи. Радио, батареи, лезвие, там еще прочее. Вот, короче, берите, пожалуйста. А кому я отдам? Дежурного нету. Я не буду за него отвечать, понимаете? Потом личные вещи получат. Я даже не знаю, где их личные вещи. Мы вчера брали, а сегодня что? Особенный день? Я не знаю. Вчера 30 марта, 7.30. Не, вы, здравствуйте. Я не приходите. Давайте сегодня. А я, как, мы теперь будем? Ну, вместе с баранками. Берите. А если скажете, надо, куда я ее делаю? Ну, не надо оставить их себе. С утра в прихожей первого спецприемника Москвы неподалеку от знаменитой Петровки 38 очереди. Здесь отбывают административный арест, задержанный на акции 26 марта. Их тут, по разным данным, около 20 человек. Задержанных на митинге сейчас нам сегодня не сказали, поступил ли кто-то новый. По вчерашним данным было 19. С водой очень странная ситуация происходит, потому что вчера у нас воду отказались брать. Сегодня вроде бы взяли. Ну, какое-то такое ощущение, что очень сильно зависит от того, какой человек дежурит, потому что у каждого из них свои правила. Продукты задержанным передают родственники и волонтеры. Ирина, например, пришла из общества «Мемориал». Другие места тоже волонтеры как-то разобрали. А вот на тот момент, когда мы подключились и стали как-то понимать, что происходит, оказалось, что здесь как раз больше всего людей, к которым либо никто не ходит, либо нет информации о том, приносит там кто-то что-то или нет. И мы решили, что вот мы будем сюда приносить передачу от Мемориала. Митинги 26 марта закончились массовыми задержаниями. В Москве и вовсе рекорд. В автозаке, а затем в отделение полиции попали 1030 человек. Слободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! В понедельник начались судебные заседания. Сто с лишним задержанных сейчас отбывают административный арест в нескольких московских спецприемниках. Вот я иду по площади, меня хватают со спины, тащат в автозак, по пути пинают два раза в живот. У меня гастрит, между прочим, достаточно больно. В автозаке мы провели около трех часов. До восьми часов лично я оформлял протоколы, спал на полу в отделении. До восьми утра. До восьми утра, да. Мне сейчас меняются две статьи. 19.3. Противодействие законным требованиям сотрудника полиции. 20.2. Нарушение порядка проведения митингов и акций. Акции протеста 26 марта уже назвали в сети бунтом школьников. Бунтом тех, кто родился уже при Путине. Для многих из них это первая протестная акция, первое задержание и первое столкновение с российской судебной и пенецициарной системой. Илья Кизеров, Дмитрий Кувалдин. Радио Свобода. Москва.